Мы находимся на месте впадения реки Минчо в реку По. Сегодня, когда мы ловили здесь на вертикальный джиг, мы увидели много крупных самов, лежащих на дне, а ближе к поверхности – большое количество кефали. Я понял, что в тот момент самы были сыты, и их активность ожидалась не раньше ночи. Мы продолжили ловить на красного карася и кефаль, насаженную на монтаж фаербол, но не увидели ни одной поклевки. Я понял, что только с наступлением ночи самы поднимутся ближе к поверхности и будут охотиться за добычей. И вот почему мы решили разбить в этом месте лагерь, выгрузив на берег палатки, удилища и прочие снаряжения. Мы попробуем поставить монтажи с разрывными нитями рядом с деревьями и в тех местах, где самы будут охотиться ночью. Место здесь очень удобное и перспективное, так как есть подъездные пути как по суше, так и по воде. Главное, что мы опередили других рыболовов и приехали сюда первыми. И пока мы с Юрием находимся в лодке, Вадим с Филиппом уже занимаются обустройством лагеря на берегу. Сейчас мы все готовимся к ночной рыбалке. Кто-то ставит лагерь, кто-то исследует дно, кто-то готовит монтаж. То есть все заняты, ну, с исключением меня, но я тоже нужен, потому что я должен пояснить, что же здесь творится. Итак, Юрий Грязентий сейчас на воде и готовит место лова. Он исследует дно, он ищет там, то место, где стоит сом. Как только начнутся сумерки и сом начнет охотиться, естественно, кефаль будет убегать от хищника. И нам необходимо сейчас определить место не только стоянки и кефали, и сома, но нам необходимо предусмотреть и предвидеть, куда пойдет кефаль в своем бегстве. Здесь, в нашей локальной яме, справа понтоны, слева стрелка реки По, которая идет через перекат. В данном месте мы будем использовать способ ловли брек-лайн, так называемый. Что это за метод? Брек-лайн – это леска длиной примерно 30 сантиметров, которая при поклевке сома рвется. Для чего это все нужно? Дело в том, что именно вечером, после обеда, приехав на место, мы начинаем исследовать дно. И мы уже, предвидя, где мы будем ловить, и вычислив дно, вычислив пути миграции рыбы, вычислив охоту, где будет охотиться сом, мы эти места уже столбим. Если есть деревья, предположим, вот как здесь, мы здесь можем использовать брек-лайн, привязав наш буй к деревьям. Если же деревьев нет, либо река не позволяет, то есть река очень широкая, в этом случае мы используем брек-лайн, в котором подловки подгружены каким-то грузом. Это может быть какой-то кирпич, я не знаю, там, свинцовый груз, ну что-либо тяжелое. Вот об этом способе мы обязательно поговорим с Юрием Грязенди, который нам расскажет более подробно, как крепится, на какой глубине, какой монтаж. Это все очень важно. Здесь вы видите два дерева, которые упали в воду. Очень много веток как на поверхности, так и под водой. Мы поставим основу под наш монтаж здесь, а наживка, карась, будет находиться там. Вот это и есть монтаж, который я использую, привязав к нему бринкасан, то есть снасть с разрывной нитью. Мне понадобится один метр веревки, чтобы зафиксировать монтаж на ветке дерева. вот на таком расстоянии. Я привяжу его здесь. Мы вытягиваем леску, намотанную на маленькую катушку, которая соединена с поплавком, чтобы убрать разрывную нить с наживкой подальше от ветвей деревьев, находящихся на поверхности воды, во избежание зацепа снасти в момент, когда сом съест нашего карася. И еще нам понадобится маленький поплавок, чтобы быстро обнаружить небольшую застежку, к которой мы прикрепим разрывную нить. Он останется на поверхности, чтобы сразу найти его ночью. Здесь, рядом с опорами понтонного моста, глубина достигает 9 метров. Много кефали. И на дне есть самы. Вот почему здесь нужно закрепить поплавок с разрывной нитью. Так как это очень перспективное место. Фиксируем так. Поплавок остается здесь. И теперь вытягиваем леску с помощью маленькой катушки на нужную нам дистанцию. Отлично! Отлично! Здесь мы также используем ветку, лежащую на поверхности воды. Для установки на нее поплавка с креплением для разрывной нити. Здесь мы поставим буй. Мы изучили глубины с помощью эхолота и обнаружили здесь плато полной кефали. Я думаю, что ночью Сом обязательно будет охотиться на этом плато. Вот почему нам нужно поставить здесь буй. Нам нужно найти двухметровую глубину. Что мы сейчас и сделаем, пройдя этот участок на маленькой скорости. Я наблюдаю по экрану эхолота за изменением глубины. Здесь практически два метра до дна. Здесь я устанавливаю буй. Этот кусок шнура нужен для того, чтобы привязать к нему монтаж с разрывной нитью. Вместе с Юрием Гризенди мы установим четыре поплавка с катушками и застежками для крепления разрывных нитей у опоры моста и повальных воду деревьев, а также три буя на перекате, которым мы впоследствии привяжем наши монтажи. Все семь перспективных точек позволят полностью закрыть яму и вход в нее. Когда Сом выйдет на охоту, наши шансы на поимку этого хищника будут очень высоки. Для рыбалки с берега применяются совершенно другие спиннинги в отличие от рыбалки в лодке. Это длинные спиннинги длиной 2 метра 80 сантиметров, 3 метра, 3 метра 20 сантиметров и с тестом до 300 грамм. Естественно, мощная катушка, плетеная нить примерно 0,43-0,45 миллиметра и вот эти вот держатели. Это длинный штырь, который втыкается в землю для того, чтобы выдержать любого Сома, для того, чтобы выдержать вот именно первоначальный момент, когда еще рыбак не подошел к спиннингу и еще не началась борьба, и когда спиннинг в руках. Спиннинги могут комплектоваться как мультипликаторными катушками, так, в принципе, и дезинерционными. Вот такого размера катушки с намотанным большим количеством нити и вот этот монтаж уже готов для ловли сама. А сейчас я предлагаю пройти к Филиппу Караему и посмотреть на то, как он делает монтажи, как он готовит монтажи для береговой ловли. Итак, я предлагаю посмотреть, чем же занимаются наши друзья Филипп Карем, Юрий Грязенди. Хай! А они занимаются, я считаю, что просто священно действием, потому что, если вы посмотрите на это произведение искусства, а это монтажи, подготовленные для береговой ловли сама здесь, на реке По, в Италии. Итак, что у нас есть? Верхний крючок, он имеет подвижность. Внизу тройник. Для чего нам нужен подвижный верхний крючок? Он нам нужен для того, чтобы варьировать размер применяемой наживки. То есть мы можем на этот монтаж насадить, в принципе, любую рыбу любого размера. Маленькую, в этом случае мы уменьшаем расстояние. Большую, это значит, что мы раздвигаем и увеличиваем длину. За верхний крючок, за верхнюю губу насаживается рыба. Также фиксируются резины для того, чтобы рыба имела меньшую степень свободы относительно крючка. И нижний крючок, у нас мы протыкаем рыбу в районе спинного плавника, за спинным плавником, если быть точнее. Монтаж готов. Теперь мы должны привязать наш монтаж к основной леске. Ну, продеваем стопор и зажимаем плоскогубцами. И после этого фиксируем петлю карбона в вертлюге. Вот такой монтаж. То есть вверху у нас феромоновый груз. Груз нам необходим для того, чтобы стабилизировать рыбу и дать ей меньше свободы перемещения. Верхний крючок, нижний крючок и, соответственно, спиннинг. Юрий сейчас расскажет нам о специфике монтажа бреклайн. Это такой же монтаж, что и предыдущий. С простым одинарным крючком и тройником. Одинарный крючок здесь также скользит по леске. Есть маленький 20-граммовый груз. Мы будем ловить в спокойной воде. И нам не нужны тяжелые грузила. Мы поставили флюрокарбоновый поводок, на конце которого есть вертлюжок, к которому будет крепиться разрывная нить, представляющий из себя небольшой 40-сантиметровый кусочек нейлоновой лески, которая должна оборваться в тот момент, когда СОМ съест нашу наживку. Она рвется и тем самым освобождает монтаж для борьбы с СОМом. Преимущество такого монтажа заключается в том, что когда он остается закрытым и находится в той точке, которую мы выбрали для рыбалки, и где мы его зафиксировали, наживка крутится на одном месте, в радиусе одного метра. Но в отличие от монтажа филиппа, я поставил еще один поплавок, так как рядом с моими буями, которые уже установлены в воде, есть деревья. Когда ночью обрывается разрывная нить, но СОМ при этом не засекается, мой монтаж падает под дерево. И, соответственно, я его теряю. Но благодаря этому поплавку мой монтаж без проблем будет плавать на поверхности воды. Это поплавок для безопасности. Совершенно верно. Спасибо, Филипп. Это вот разработка европейских экспертов. Я думаю, что что-то примерное есть в каждой стране, но вот здесь это отточено и здесь это сделано достаточно профессионально. На этом, на монтажах, наверное, все. Что касается техники вываживания, что касается завода, монтажа к буям, привязывания монтажей, мы все покажем на воде. Итак, мы начинаем готовить нашу наживку под верхний спинной плавник провязывается крючок, который подвижный, обязательно фиксируется резиной. И второй крючок. Вот сейчас он вымеряет расстояние и продевает его на грудном плавнике. Вот. И хочу ваше внимание обратить на то, что мы применяем гораздо крупнее карася, чем при отвесной рыбалке. Посмотрите, ну, это причем раза, ну, в полтора-то он больше. Буй лежит зафиксирован на дне при помощи груза. И сейчас к нему мы привязываем брек-лайн, эту разрывную нашу леску. Заранее подготовленную одеваем, продеваем заранее подготовленную в петлю. И опускаем, и опускаем нашу наживку в воду. Первый спиннинг мы заводим на глубине 4 метра, и примерно будет наша рыбка в пол воды, потому что наш флюрокарбон примерно 1,8, около 2 метров от фиксатора. Юрий вставил спиннинг в гнездо нашей подставки и зафиксировал еще липучкой. Плюс спиннинг находится в таком напряженном состоянии, и плюс на него же потом на этот спиннинг Юрий повесит сигнализатор поклевки. Присла очередь второго спиннинга. Второй спиннинг мы выставляем практически на перекате. Здесь глубина примерно 2,5 метра. Все заточено под крупного сама, то есть надежные снасти, мощные спиннинги, мощные катушки. Мы не хотим размениваться на мелкого сама, нам нужен крупный сом. И следующий спиннинг отправляется в гнездо. третий монтаж мы закрепили на Буе по тому же принципу, что и два предыдущих. Теперь Юрий устанавливает сигнализаторы поклевки, чтобы ночью не пропустить момент, когда сом атакует нашу наживку. Сейчас Юрий показывает на то, как будет вести себя живец. Несмотря на то, что живец у нас подгруженный, пока он свежий и пока он еще полон сил, он будет осуществлять движение вверх-вниз, поднимаясь с поверхности и ослабленный опускаясь вниз. Будет вести себя естественным образом. Да, живец ведет себя достаточно агрессивно, то есть он движется с стороны в сторону и как бы наша снасть реагирует на это колебаниями. Окей, у нас три спиннинга готовы. Сейчас мы поставим еще четыре, но уже на самой яме. Это мы сейчас ставили спиннинги на перекате, на выходе из ямы. Принцип установки монтажей тот же, что и на мелководных участках. Главное отличие состоит лишь в том, что вместо буев мы будем использовать в качестве основы для креплений опоры моста и ветви деревьев, за которые Юрий заблаговременно привязал поплавки с креплением под разрывную нить. Два часа ушло у нас на то, чтобы подготовить и выставить семь снаряженных удилищ в самых перспективных местах этой ямы. Плоды трудов будем пожинать глубокой ночью, когда сон проснется и выйдет на охоту. Итак, ужин готов. Мы его с такой с определенной жадностью вкушаем, потому что за весь день проведенный на рыбалке особо-то не удавалось поесть. И у нас сегодня прекрасно приготовленные Юрием Гризенди спагетти с итальянским соусом. Филипп сделал барбекю и мы сидим ждем поклезки сома. Причем сом уже слышно, как он начинает охотиться, потому что раздаются всплески на воде, всплески от удирающей от сома рыбы и удары хвостом по воде самого сома. Хочу сказать, что европейский опыт достаточно интересен и мы его изучаем уже не в одной стране. И в каждой стране есть своя специфика, в каждой стране есть какие-то тонкости, которые нам интересны и даже сравнивая между собой технику лова экспертов разных стран, уже можно что-то почерпнуть, уже что-то можно проанализировать. Сегодня это Италия, завтра какая-либо другая страна. Мы продолжаем наше путешествие для того, чтобы научиться ловить сома по-европейски. Ну, а сейчас мы с вами присутствуем при первой ночной поклевке на реке По в Италии. Гризензи рванулся к спиннингу, подсек, и сейчас они вместе с Изабель надувной лодкой стараются достать этого сома. Какой он, мы увидим, пока это непонятно, но ждем, чтобы покажется сейчас эта поклевка. Вот сейчас мы с вами наблюдаем борьбу Изабель сомом. Сом зашел в кустарник и Изабель сейчас пытается вытащить. Это маленькая женщина борется с гигантом. Юрий пытается вытащить из все-таки коряжника. Вы посмотрите, какой драматический сюжет. Сом в принципе небольшой, но он зашел в кусты и поэтому в этом проблемы. Ну, по крайней мере, Изабель, я вижу, что справляется. Вот. небольшой сом, я думаю, что, ну, по крайней мере, то, что я видел, это 20-25 килограмм, но сами должны понимать, что эта ночь вот Юрий ассистирует сейчас Изабель, пытается взять голой рукой. Оп, она очень активный сом, ночной, очень активный. Юрий сейчас пытается его взять голыми руками, хотя для чего это надо? О! У Юрия Гризенди все руки исколоты просто самой щеткой. Такой вот гусарствует он. Совершенно не хочет защищать руки никакими перчатками, хотя там кроме кроме еще щетины, кроме щетки у него сама достаточно много сил и плюс там же есть еще и крючки и ночью это дважды опасно, потому что крючок может впиться в тело ну да, где-то килограммов 20, килограммов 20. в этом соме супер молодцы маленький сом но английский маленький сом но очень злой лучших традиций да, в этом соме я думаю, что килограммов под 25 то есть тем более что сом с таким набитым животом он хорошо питается у него достатки пищи сейчас мы проводим фотосессию в лучших традициях европейской рыбалки когда когда делается фотография сразу вспоминается мультфильм простоквашины когда кот матроскин сказал шарику что твоя фото охота она никчемная сейчас ты будешь полдня гоняться за зайцем чтобы его фотографировать а потом еще полдня потратишь на то чтобы отдать фотографию этому зайцу но в данном случае саму фотография не нужна а нам она очень пригодится потому что как раз для этого мы и ловим рыбу для того чтобы оставить эти впечатления оставить счастливый момент этой жизни у себя в памяти и чтобы можно было через многие-многие годы вспомнить о том как ты был счастлив на берегу этой реки на берегу реки по в Италии мы расположили семь спиннингов вдоль берега на расстоянии одна группа от другой примерно сто метров и пока мы праздновали победу которую одержала Изабель Грюйон над самым раздался сигнал от второй группы спиннингов и естественно что мы побежали сюда к этой группе спиннингов и что мы здесь видим Юрий Гризенди Филипп Карем второй сом за эту ночь это значит что тактика выбранная нами и особенно место которое мы подобрали еще днем это оправдывает себя оно правильное здесь есть сом здесь есть все условия для того чтобы сом кормился и соответственно брал нашу наживку доказательством всего этого является поимка второго сома в течение 15 минут ну а Филипп Карем когда отпускал сома сказал что пожалуйста приведи маму а лучше бабушку и как бы отпустился этими словами сома в воду будем ждать бабушку раз Филипп Карем об этом сказал кто-то идет в палатку а кто-то как Филипп Карем устраивается спать под открытым небом чтобы не теряя ни минуты сразу схватить удилище если сома вновь атакует нашу наживку до утра осталось немного всего лишь два с четвертью часа а